Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Ситуация на дорогах в фокусе внимания Дмитрия Азарова. Губернатор поручил усилить работу по расчистке федеральных трасс. Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в форуме «Малая Родина Силы России». В рамках мероприятия впервые вручили муниципальную премию «Служение». Зимой возрастают риски отравления угарным газом. Безопасную эксплуатацию оборудования и новые изменения в законодательстве обсудили на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Вторая жизнь для новогодней елки. Как утилизировать хвойные деревья после праздников. Учат знаки и разбирают неоднозначные ситуации на дороге. В Самарской школе номер 52 прошел урок безопасности от сотрудников ГИБДД. Ощутить себя гостем особняка начала 20 века. В особняке Клотта прошла необычная экскурсия при свечах. Ситуация на дорогах, связанная со сложными погодными условиями, остается в фокусе внимания главы региона и правительства области. По поручению Дмитрия Азарова, исполняющая обязанности первого вице-губернатора Наталья Катина, провела совещание по ликвидации последствий снежных заносов. Собственнику федеральной трассы было поручено отработать вопрос увеличения количества единиц техники на участке в районе Жигулевской ГЭС. Ранее в регионе из-за метели вводились ограничения движения легковых и грузовых машин. По информации руководителей территорий, на трассах в некоторых районах наблюдается скопление большегрузов. По поручению правительства области, местные власти оборудовали места временного размещения для водителей грузовиков, организовали доставку водителей в ПВР, у них есть возможность получить горячее питание. Только за две недели января в Самаре выпало более 40 мм снежных осадков. Это уже более 70% месячной нормы. До конца недели в Самарской области сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается снег различной интенсивности, местами с метелями, сообщают синоптики Приволжского гидрометцентра. Объявлен желтый уровень погодной опасности. До ухудшения погоды в региональной столице профильные службы усилили работы по расчистке территории, чтобы подготовить их к новой порции снега. За последние сутки в Самаре выпало 4 мм осадков. Снегопад со шквалистым ветром привел к образованию снежных заносов на тротуарах и проезжей части. Все дорожно-коммунальные службы задействованы в расчистке городских улиц, общественных пространств, придомовых, внутриквартальных территорий. За прошедшие сутки на все территории обслуживания вышло 538 единиц снегоуборочной техники, трудились 3397 уборщиков-дворников и дорожных рабочих. К утру 16 января была обеспечена возможность беспрепятственного движения общественного транспорта. Специалисты поясняют, из-за большого потока транспорта днем основная уборка уличной дорожной сети от снега производится в ночное время. Днем упор делается на расчистку тротуаров и других пешеходных зон, остановок общественного транспорта. Особое внимание подходам и подъездам к учреждениям социальной сферы, дорогам с маршрутами городского пассажирского транспорта, участка, где в связи с погодными условиями возможно образование наледи, спуском и подъемом, мостам и путепроводом. Эти участки, как и остальные территории, обрабатываются антигололюдными средствами. В городе работает 6 специализированных площадок по приемке снега, 3 муниципальных и столько же частных. За сутки туда доставили более 5000 тонн снега. В зависимости от погодных условий на вывозе снега задействуются от 40 до 80 единиц железной приводящей техники самосвала. Большую часть это 18-кубовники, достаточно с большими кузовами машины, порядка 8 тонн вывозят за один рейс. То есть за ночь машины делают от 3 до 4 рейсов. Сотрудниками профильных ведомств ведется постоянный контроль за обработкой и расчисткой территории, в том числе за использованием снегоуборочной техники. На отдельных участках, внимание, служб благоустройства обращено на наличие снежного наката, который требуется ликвидировать как можно быстрее. Также стоит задача более активно расчищать проезды, находящиеся в частном секторе. Днем 16 января на все городские территории направили 3314 уборщиков и 303 единицы техники. Работа по расчистке улиц от снега продолжается. В стране впервые вручили Всероссийскую муниципальную премию «Служение». Награждение победителей прошло в Москве на ВДНХ в рамках форума «Малая Родина. Сила России», который также впервые провели в этом году по поручению президента Владимира Путина. В форуме приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. На одной площадке собралось рекордное число представителей муниципальных образований со всей страны – 7,5 тысяч участников. Деловая программа «Насыщенная» – 65 круглых столов, 3 панельные дискуссии, 19 лекций и презентации проектов. Это очень нужно, это очень важно. Это позволяет нам, представителям муниципальной власти, общаться, делиться лучшими практиками, делиться лучшими опытами. Конечно, в Самаре есть что рассказать. Конечно, мы готовы поговорить и о развитии комфортной городской среды, развитии малых территорий, многое-многое другое. Но, безусловно, я приехала сюда и узнать опыт других городов, других муниципальных образований. Рада здесь видеть своих друзей из других городов. В России учредили и звание «Заслуженный работник местного самоуправления». Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Звание будет присваиваться высокопрофессиональным должностным лицам за личные заслуги в развитии указанной отрасли, в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения и реализации отдельных государственных полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления, а также за достижение иных значимых результатов профессиональной деятельности. Почетное звание присваивается, как правило, при стаже работы в профильной сфере не менее 20 лет и при наличии у соискателя отраслевых наград. О безопасной эксплуатации газового оборудования в многоквартирных и жилых домах сегодня говорили на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии городской администрации. Совещание прошло под председательством министра энергетики ЖКХ Самарской области Владимира Василенко и первого заместителя главы города Алексея Веселова. Какие изменения в законодательстве произошли в сфере обслуживания газового оборудования и как эти меры реализуются на территории Самары, узнала Галина Топилина. Управляющая организация многоквартирного дома обязан заключить договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования со специализированной газораспределительной организацией. Такой же договор необходимо заключить собственнику жилого помещения на обслуживание оборудования внутри своей квартиры. Такие правила вступили в силу с 1 сентября 2023 года. Для договоров, которые заключались на аналогичные услуги до сентября, действует переходный период, а не действительно до истечения срока. Вступил в силу федеральный закон сентября месяца, и администрация города активно включилась в работу вместе с газовыми компаниями. Сейчас идет перезаключение договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования. Нужно проводить большую разъяснительную работу в этом направлении, объяснять, почему так важно проверять это внутридомовое, внутриквартирное газовое оборудование. Все в целом, будем отрабатывать все вопросы, поставлены сроки, будем выполнять эту задачу. С начала 2024 года зафиксировано 9 случаев отравления угарным газом. Два из них закончились летальным исходом. Поэтому особую актуальность приобретает регулярное техническое обслуживание и проверка исправности газового оборудования специализированной компании. Министр энергетики из ЖКХ Самарской области Владимир Василенко дал поручение профильным ведомствам Самары провести комплексную проверку оборудования в каждом многоквартирном доме, в каждом жилом помещении, где проведен газ. В случае неисправности, которая может повлечь вред жизни или здоровью потребителей, подача газа должна быть остановлена до устранения всех причин. Сегодня нужно просто встряхнуть наших потребителей с точки зрения отключения. Пришел инспектор, увидел нарушение, выдал предписание в данной ситуации и отключил. Первое. Должен быть составлен график. Мы должны провести сплошную проверку о наличии исправности. Первое. Венканала. Вторая позиция. Это по части газового оборудования. И в этом вопросе, вот когда мы говорим территориально привязанно к районе, у замглавы района и управляющих компаний должны иметь этот график. Если мы вот эту смычку сделаем, и в том числе приходит инспектор, есть представитель управляющих компаний, выявлено нарушение, выданы предписания, и отключается стояк, вешается объявление. Это первое. До момента устранения. На совещании обсудили и участившиеся случаи мошенничества с фейковыми квитанциями на оплату услуг по газоснабжению. Граждан просят перед переводом денежных средств обращать внимание на реквизиты счета. В случае сомнений сверятся с договором, заключенным со специализированной газораспределительной организацией. Галина Топилина, Константин Головин. События. Вторая жизнь новогодней елки. Почти каждый второй россиянин выбирает экологичные способы утилизации новогодних деревьев. О том, как аккуратно вынести елку из помещения, и какие варианты применения соснам и елем изобрели самарцы, далее в нашем репортаже. В Самарском дворце ветеранов новогоднюю елку убирают после Старого Нового Года. Винтажная красавица целый месяц приносила радость и дарила праздничное настроение. Пришло время спрятать игрушки, фонарики и мишуру до следующего Нового Года. После праздников елка дворца ветеранов всегда обретает вторую жизнь. Вариантов использования масса, рассказывает заместитель директора Галина Голушкова. Наши сотрудники, у которых есть приусадебные участки, дачные хозяйства, распиливают елочку, забирают ее к себе домой. Иголки, которые собирают света, покладываются под клубнику, для того, чтобы ягодки клубники, когда созреют, были чистыми. Часть ствола будет распилена на маленькие-маленькие дощечки и будет использоваться в мастер-классах, которые проводятся у нас во дворце ветеранов. Анатолий Китаев, начальник административно-хозяйственного отдела дворца ветеранов, использует сосновые ветки в качестве удобрения для растений на своем огороде. Я всегда, каждый Новый год, спиливаю все ветки. У меня удробилка есть. И через нее пропускаю. И потом голубика растет. А ей голубики надо только сосновые иголки. Почву специальную. И посыпаю внизу. Вот и все. А ствол я в бане сжгу. Разбирать елку надо очень аккуратно. На высохших иголках игрушки плохо держатся. Однако, по народной примете, если в момент разбора елки разбивается игрушка, надо загадать желание. Оно обязательно сбудется в наступившем году. Макушку рекомендуют снимать последний. Новогодняя елка – языческий символ. Существует поверье, согласно которому, к 18 января, в канун одного из главных православных праздников – крещения, новогодних убранств в доме быть не должно. Поэтому мы выбрали самое удачное время, чтобы разобрать елку. К тому же, она уже всем своим видом показывает о том, что пора проститься с прошлогодней энергетикой. Прежде чем вынести елку, ее следует обмотать пленкой или тканью, чтобы не намусорить в помещении. Следуя правилам хорошего тона, осыпавшиеся в подъезде иголки лучше убрать. Вместо мусорных контейнеров, куда горожане чаще всего несут елки, новогодние деревья можно отнести в приют для животных или в зоопарк. Там для елки обязательно найдут применение. Ну вот, если вы видите, у нас на заднем фоне стоят елки. Мы выкладываем объявления, нам бывают люди приносят елки и привозят те, которые не продали. Мы их выставляем к животным. Вот вы видели, у ламы стоят, у верблюда, у оленей и у дикобразов. Они их кушают. Те, которые они не доели, мы потом их убираем, они высыхают. И мы потом, у нас есть дробилка, и мы перерабатываем их в щипу, а потом уже используем для подложки. Но прежде чем отдавать елку в пользование животным, следует убедиться, что на дереве не осталось мишуры, веревок, скотча и другого несъедобного мусора. Галина Топилина, Николай Сидоров, События. В Самарской школе номер 52 прошли уроки безопасности от сотрудников ГИБДД. В информативных занятиях приняли участие ученики младших классов. Ребята учили знаки, рассказывали, как правильно переходить дорогу и как быть пассажиром. Подробнее в нашем сюжете. Ученица третьего класса 52-й школы Алиса Щербакова внимательно слушает лекцию о правилах дорожного движения. Хотя сама знает и соблюдает их. И напоминает о них своим родителям и друзьям, чтобы они следовали ее примеру. Когда мы гуляем, мы останавливаемся и ждем, пока автомобиль проедет. Поддерживает свою одноклассницу Егор Денисов, который знает, что дорога – это не место для игр. Чтобы он соблюдал правила дорожного движения, чтобы не травмировать себя. Сотрудники ГИБДД о правилах дорожного движения рассказывают ребятам в интерактивном формате. Школьники отвечают на вопросы, смотрят мультфильмы о соблюдении правил, а также разбирают, как поступить в той или иной дорожной ситуации. Для каждой школы специалисты подбирают такие условия, какие есть возле образовательных учреждений. Конечно, когда приходишь просто с беседой, им не так интересно. Когда показываешь ролики, когда рассматриваешь дорожные ловушки, ситуации, вовлекаешь детей в мероприятие, в беседу, им интереснее. Конечно, потом приходят отзывы от родителей, потому что очень часто нам потом звонят родители и говорят, «Вы приходили сегодня к нашим детям, и они под впечатлением чуть ли не берут матерей за руки и переводят через дорогу правильно. Это очень отрадно». Такие встречи со школьниками сотрудники ГИБДД проводят регулярно во всех школах города. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев. События. Молебен, праздничный концерт, фокусы, творческие мастер-классы и сладкие подарки. В Самарском духовно-просветительском центре Кириллица прошла благотворительная акция «Рождение добра». Праздник, посвященный Рождеству Христову, проводится уже девятый год подряд для детей с особенностями развития. Подробности расскажет Ксения Баканова. Анна Елисеева старательно делает новогоднюю игрушку. Ножницы, разноцветная проволока и немного фантазии. Всего 10 минут работы, и в копилке ее домашней коллекции очередная оригинальная поделка. В канун Рождества она украсит зеленую красавицу, говорит девушка. А все благодаря акции «Рождение добра». Очень все красиво, очень по-душевному и искренне. Здесь каждый друг друга поддерживает, и это очень хорошо чувствуется. В мастер-классе участвует и мама Анны – Наталья. Организаторы отмечают – совместное творчество сближает родителей с детьми, помогает им лучше понять друг друга. Это ангелочки, снежинки, цветочки. Они делают эти поделки и сами восхищаются ими. Конечно же, фотографируются, а потом нам отзывы пишут шикарные. Очень приятно всегда. В Самарском духовно-просветительском центре «Кириллица» праздник проводится уже девятый год подряд. Здесь собрались ребята с ограниченными возможностями здоровья. Акцию организует при участии регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России». Мамочки, папочки, бабушки, дедушки, они уже отдыхают немножко от детей, общаясь между собой, делятся информацией, где они проходят реабилитацию, обилитацию, развитие своих детей. И поэтому у нас многогранный праздник, который позволяет прям всей семье насладиться и порадоваться, что Христос родился. В празднике участвуют около 200 детей. Их развлекают Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Вместе они водят хороводы и отгадывают загадки. И давай, давай, давай! В виде, как люди могут радоваться, несмотря на все какие-то ограничения и сложности в жизни, как они могут благодарить, мы сами тоже исполняемся вот этой радости, благодарности, потому что мир, который создал Господь, прекрасен. Также для гостей организовали праздничный концерт. На сцене артиста танцевали и пели песни. А иллюзианист Никита Михайлов добавил в программу немного магии. Так, показываю. Видно? Ленточка проходит насквозь. Так, внимание. В завершении праздника дети получили подарки, сладости и развивающие игры. Ксения Баканова, Николай Ебифанов, События. Память о них будет вечно. В Самарской библиотеке номер 8 прошла выставка, посвященная Дню памяти самарцев, погибших в Макеевке. Мероприятие организовали в рамках сетевого проекта «Сила в правде». Подробности расскажем в нашем сюжете. В Самарской библиотеке номер 8 прошел час памяти, посвященный самарским бойцам, погибшим 1 января 2023 года в Макеевке. Школьникам рассказали о погибших героях, о том, как в регионе сохраняют память о бойцах. Главная наша сила – это общая память. Если мы будем ее хранить, так же, как мы храним память о героях Великой Отечественной войны, если мы будем хранить и память об участниках СВО, то нам ничего не страшно, и наша история будет обязательно продолжаться. На выставку были приглашены ученики 8-го Г-класса школы номер 58. Им представили книги об СВО, рассказали о четырех муралах в Самарской губернии, которые изображают героев спецоперации. Два мурала находятся в Самаре – это изображение солдата с ребенком на руках на одном из домов и изображение полковника Руслана Руднева на фасаде школы номер 72, выпускником которой он был. Учащимся также рассказали о той помощи, которую жители Самары оказывают бойцам. Сами школьники тоже состоят в волонтерском отряде и помогают со сбором гуманитарной помощи с плетением маскировочных сетей. Дети даже знают, что, например, сети, которые осенний период, например, или летний период – это одного цвета. Зимние сети – это белая ткань, да, то есть цвет снега, например. Дети уже очень хорошо ориентируются в этом плане. Среди участниц волонтерского отряда «Нон-стоп» ученицы 8-го класса – София Авдеева и Варвара Сивакова. Они тоже плетут маскировочные сети, оказывают помощь фронту и бойцам. За нас стоят, нас защищают и хотим сказать спасибо. Хотим пожелать им хорошего здоровья, чтобы все вернулись домой к своим близким, упорственно и оставались такими же смелыми, мужественными. На мероприятии школьников познакомились с книгой Михаила Федорова «Герой СВО. Символы российского мужества», а также рассказали про икону светлой памяти павших воинов Самарского батальона в городе Макиевке. Новокуйбышевского художника и иконописца Александра Просвирнова. Андрей Бессонов, Максим Беспалов, Игорь Казановский. События. Ощутить себя гостем особняка начала 20-го века. Такая возможность выпала посетителям экскурсии по музею при свечах. Она прошла в детской картиной галереи. Гостям предложили пережить необычный музейный опыт, прогуляться по вечерней экспозиции, изучить интерьер и услышать интересные факты о жизни семейства Клоттов. Ксения Баканова расскажет подробности. Из 15 печей осталось 4. 3 на первом этаже и 4 наверху. Сегодня этот и другие предметы интерьера в центре внимания посетителей детской картиной галереи. Для них проходит экскурсия в необычном формате при свечах. Рассматривать убранство особняка в полумраке интересно, отмечают гости. Искусственное освещение создает атмосферу уюта и тепла. Разбирайте, вы ими будете подсвечивать, потом какие-то понравившиеся вам предметы. Интересно, что у каждого своя личная свечка, и ты ходишь по дому как раньше, как в древности со свечками. Очень романтично. Тоже такой какой-то новый формат необычный, камерный. Гости заглянули не только в комнаты, которые доступны для посещения днем, но и в потайные места особняка. Например, поднялись на второй этаж. Сотрудники говорят, тех, кто надеется здесь встретить привидение, особняк не порадует. Однако есть все-таки одно будто бы заколдованное место. Не хочется там долго находиться. Либо сбегаешь сразу по лестнице, либо если там приходится вернуться назад, отходишь и как-то сразу спокойнее становится. Темнота, ну да, неуютно, но не более того. А вот это место почему-то не хочет задерживаться. И не хочется смотреться в это зеркало, хотя оно появилось у нас совсем недавно, а ощущения появились гораздо раньше. Через предметы, которые присутствуют в доме, можно ощутить определенную атмосферу. Камин, посуда, игрушки, освещение. Все это помогает прочувствовать дух того времени, когда здесь проживало семейство Клоттов. Посетители также спустились в подвал, прогулялись по саду и полюбовались вечерним видом с балкона усадьбы. Мы восстановили плитку, ее отлили заново, она была побитая. И мы восстановили вот это все ограждение балкона. Да, это новодел, но это просто копия того, что здесь и находилось. Такая экскурсия проходит несколько раз в неделю. Организаторы говорят, сложность в том, что максимальное количество участников – 15 человек. Но именно эта камерность делает экскурсию при свечах еще более востребованной. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно обратиться к консультанту Департамента национальных проектов и государственных программ по телефону 214-75-41. Информирует телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. В наступившем году объявленным годом семьи в Самарском регионе на поддержку семьи с детьми будет направлено более 50 миллиардов рублей. В Самаре реализуется множество социальных проектов, благодаря которым улучшаются условия жизни и благополучия семьи города. Сориентироваться в мерах государственной помощи, узнать о льготах, выплатах и пособиях поможет справочник, выпущенный Департаментом опеки, попечительства и соцподдержки Самары в 2023 году. Ссылка на справочник есть в телеграм-канале Департамента. В этнопарке «Дружба народов» сформировали календарь событий на 2024 год. В него вошли 15 разноплановых мероприятий. Тематикой является «Год семьи». В зимние и осенние периоды мероприятия будут проходить ежемесячно в летний период два раза в месяц. Дни проведения – суббота и воскресенье. Открытие летнего сезона состоится 28 апреля и завершится 15 сентября. Формат мероприятий различный – развлекательные и шоу-программы, квесты, забавы, дегустации и мастер-классы, спектакли, концерты и конкурсы. Каждый гость этнопарка найдет для себя занятие по душе, пишет телеграм-канал Куйбышевского района. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok